Субтитры подогнал Симон 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 Симон Субтитры подогнал Симон Симон Субтитры подогнал Симон Симон Субтитры подогнал Симон 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 Субтитры подогнал Симон Субтитры подогнал Симон Субтитры подогнал Симон Субтитры подогнал Симон 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 На модлить так, как это у нас, в языком. Милый Пан Ежи, мы пришли сюда, в Ческослованске, чтобы вывести твое святое место, чтобы мы разделили с тими людьми и то, что ты означаешь при нас. Аby мы поделили, что ты для них можешь уделить. Просим, поженай эти слова. А просим тебя, пане, дай нам тебе сполупраковников к праці. В Ижишовом мере. Аминь. Можна, что не кто-то складетит вопрос, кто это показывает Мавракос? Я чтобы вас хотел сказать о мое тело. где я был, где я буду. А где буду? Потому что я приду чем и буду казать в мануаре. Вы должны знать, что я сделала, что Я сделала, что я сделала, я сделала, чтобы я сделала, это может сделать для вас и для людей в Кошисе. Аминь. Я родился в Мешесусе в Штате, в Соединенных Штатах. Мой отец был грек, а моя маминка была русская. Я уже вторая генерация. То есть, что мои старые родители пришли из Европы. Я взглянулся как вы, не кто-то. Я так же маху и европейский облак. Аминь. Я не был в крестьянской родине. Я не был привыкнутый ходить до збору, до костола. Мой отец работал много, много часа. Он был машинист. Он был строеводцем. Он был кухар. Он был бартер. Бартер. Биртер. Бартер. Он был лихор. А, я знаю, я знаю, я знаю. Он был лихор. Каждый, который был в жизни, я хочу, чтобы вы почитали мою филизофию. Почули. И ест, пить, а ужениться. И играть спорт. Это было целый мой живой. А я делал это, как я видела. Я ел, 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 ел. А я пил, пил, пил. Я играл, 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 играл. Я был света в двоих шпортах. А сегодня, в хлопке моей души, я не был счастлив. Ничего не было в моем жизни. А я не видел, что это было. Я ишел до школы. А я там был очень много тяжелых. А я вам не могу сказать, что я не могу объяснить, что это было. Потому что я еще за это было. Я был так тяжелых, что я делал, что я не могла бы ни до твары маминки и отца посмотреть. А так я утекал прежде от них. В Америке, один из тех пор, почему люди утекают младые из дома, что-то, чтобы они были в военской службе. В 1961 году, я принялся в Украине. Я принялся в Украине. Три года назад. А три года назад. А после того, что я украл в военской службе, мы были посланы на цвишишко, потому что в том году в 1961 году в Берлине, а в течение года президентом Кеннеди. В Берлине, который был в Берлине, и я был вояком, который был в боевой походовости. Это была доба, которая говорила, как кризис Берлина. Но я был в Берлине, что этот бурь я до днесса. Аминь. Мои братья и сестри, при чем я был в боевской службе, одна работа, которую я делал, я был в тих нуклеарных збранях. А когда я первый раз видел ту нуклеарную збрань, мои ноги были в боевской службе, мои ушки были в боевской службе, и может полностью уничтожить целый штат. А я думаю, что это очень тяжело, что-то, чтобы мы не были в боевской службе. А я начал думать о живопе. Но я еще не решал решение о Боге. А сквозь, когда слнко вышло, я начал пить еще больше и больше. И пить больше и больше. Я пил большое количество алкоголя каждый день. Шесть пива каждый день. А штыри крабица сигарет каждый день. Тоľко уже было никотином в моих пальцах, в прстах. Что я был, как ночь, кем я был в моих прстах. А я уже был, а я уже был, а я уже был ночь в моих прстах. А я уже был ночь в моих прстах. Когда я был, когда я говорил, что я был в моих прстах, так уже дым, в мой прстах. Вжди. Я был три пасты в день. А я при этом еще три запасы в день. Один в рано, один в обеде, один в вечер. А я целый день практически в устах сигарету. Между сигаретом и алкоголом доктор сказал мне, если ты не перестанешь файчить и пить, так ты будешь под земом скоро, как будешь мать 30 роков. Але скрз милос Божью, мили приятелия, я днес стоюм тут пред вами. А я сам, а мам 51 роков. А стále som живий. Hallelujah. А вчера, до конца sme с Яном туто бежали. А просим вас, хотите с нами sa к нам припоедить а бежать? А jogging. А jogging робить. Но мои приятели, а вещи были, вещи са еште згоршили в моем животе. Мой алкоголический проблем был такий страшный, что я уже не могла вспомнить некedy целые месяцы, что я был собран. Что я был скучно опитый. А я сам прежде, что я был на старости нуклеарной збране. А я сам видел, что я был такой проблем. Я сам как бы скрывал тем, что я был вовнутри. Прежде чем я пил а файчил, я сам как бы запасил в ту хвилю. Не важно, что это было, а где это было, а просто я запасил. Так что я был скрывал а бронил, что я был в Ветнамской войны, когда я начал видеть, как прихажут приятели в доме, а многие мои приятели, многие падали. А я сам там премыщал о животе. Один днят пришел один младий до моей избы и он был что-то в его вреде. Я думал, что это было пакет сигарет, а я потребовал сигареты. Я выбрал это пакет, и было биле. Я сам не видел ничего, что я видел. Я спрашивал, если это пакет сигареты, но не были. Это была Библия. Отворовел Библию. Он сказал, что Бог послал, чтобы я к тебе библию. Я сказал, кто? Я сказал, кто? Бог. Никто в моем животе ни кто не пришел а никто не сказал, что Бог меня послал. Я был шокован. Я был шокован, что это было в реальности. Отворил свою Библию и он мне говорил, что тебя зовут Бог. Ты уверен, что я был 23 лет? А никогда в США я был 23 лет, а никогда в США никто не говорил о Ежише. Шоков вас это? Да. Никогда преди. Он мне сказал, что Ежише может помочь. Ежише может защищать меня. Ежише может защищать мою алкоголь. И даже сигареты мое сбавить. Ежише может защищать меня покой, а ты уже не будешь мусить бояться. А он говорил, что если бы свет познал Ежиша, так бы не были войны. Он мне говорил о том, что едного дня он притит снова всем. Мои приятели, а предтим я никогда не слышал. А судьба в Кошичах и в вашем городе. А так и сто во вашем месте нужно знать, что Бог снова притит. Аминь. Одного вечера, когда я слышал этого мужа, я не смогу притит о Боге. И, мои друзья, когда ты не смогу притит о Боге, он притит о Боге. А если ты не смогу притит о Боге, то это еще двое хорошее. Так, что сатан начнет уточить не только с едной, а с двума руками а с двума ногами. А под 48-х годинами, как он то принесал ко мне, так, что я снова садал до того пития и файчения и еще веще. Но нечо, как бы мне говорило, ты уже веще длгше не можешь так-то мозжить. А так, что я власне власне хотел овздать свой живот. Вете представить? Ак бы ни кто предстоит 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 Я хотел скончить свой живот самовраждой. Ак бы мне кто-то предтит сказал, я бы сказал, что ты был блазом. А я, мои приятели, планировали, что соберем жизнь. Я был так низко, как только дало. Я был алкоголиком. Я был блазом до сигарет. Боялся о жизни. Боялся о Вьетнаме. А видел, как мои приятели падали, были забиты. А видел, как живота нема жиаден смысл. Але такисто ай тут с людьми, которые в кошичах не видят смысл живота. А может, что немусимы ищут ни вонку. Но немусимы то видеть, но то, что с вами вовнутри, это важен. А может, что и тут с людьми, которые имеют этот запас вовнутри. А поэтому, поочувайте эту добрую спрагу. Я думал, что, может, я был еще один раз, прежде чем я взял живота. А я думал, что я вам еще одну прихисть, скоро, как си соберем жизнь. А в 1 часу в рано, Приступил я к телефону. Я позвонил казателя. Я сказал, что это Тони Мавракос. И я в тяжкости. Я думаю, что уже в эту ночь это скончим, не выдержим. А в телефоне настало тихо. А я потом это слышал. Весь, как же час? Ано, вем, сколько я час. Я одна часа рано. А ты веешь, что это за час? Весь, что когда начинал, я могу смеять. А он положил. А я хочу, что я тут. Я хочу, что я собираю живота. И никто не смеялся. Как вы себя чувствовали? Как вы себя чувствовали? Вы чувствовали счастлив? Счастлив? Я никогда не чувствовал себя так счастливым. Так я чувствовал себя злой и смутной, как никогда в жизни. Я вернулся в мою избу, где я имел збраку. Я думал о себе, что это все, что жизнь была все о том. Я хотел только есть, пить и ожениться, играть и умреть. Без надея, не имел зиму надея. А с людьми и тут в Кошице, которые так исто са цитят. Без надея. Я сома вратил на спять, до избы. Отворил сом. Отомкал, вратил сом сом. Садал сом сом. Забрал сом лапу до рук. А зашал сом плакать. А я сом зашал премыщать о том, что си буду мыслить, что си буду мыслить отец, маминка. А вы знаете, мои приятели, когда вы получите в таком ситуации, то, что вы не знаете, что с ним не стараете о никого, что сом. Скоро, как я взял збрань, а приложил к лаве и выстрелил. Я видел книгу. А я бы хотел, милые приятели, чтобы я не знал, я никогда не читал целую книгу в моем жизни. Я клянулся в школе, как только я дала. А потому, что я спортовал, потому что я был добрый спорт, так я в школе перешел. А я не видел эту книгу. А я не знаю, кто властне, кто положил эту книгу до моей избы. А скоро, как я собрал живота, я открыл эту книгу. А я посмотрел, а посмотрел на титул, на титул, на титул, и был титул «The Cross of the Switchblade». Бол титул «При звена». «Криж и ИС». «The Cross of the Switchblade». To была книга о книжи. О Buddha Runkinson. А нечо во внутренней мере, чтобы я читал книгу, чтобы я читал книги о Микки Крузе. Человек, который был криминалом, алкоголиком, который тоже файчил так, как я. А была то книга, которая говорила о том, как Его изменил. А как я читал эту книгу, так слезы стекали до моего твара. А сейчас я читал, что я имею другую прележность. Я получил панец, чтобы панец в Турке, Анкра, Турке. Я был панец, чтобы панец в Турке. Анкра, Турке, это мослемское края. Крестьянство не было позволено. А когда я был в Туреции, я не был испытан, чтобы менять жизнь. Я летал в летадле. Я писал лист моей матке. Я видел под собой людей, которые ходят. Это был очень красивый день. Фухал ветер. А перехали таксики, авт. Просим вас, почитайте, что вам хочу сказать. Я смотрелся в пол. Я смотрелся в пол. А когда я видел людей, которые ходили в пол. Я видел их, как будто бы были таки змразены, как будто бы стухнуты. А я не слышал ниже. Я думал, что алкоголь, что я чувствую, что все, что я так чувствую, что алкоголь, что я чувствую по мою мозгу. Я взял уши в уши. Я думал, что я благословил. Это был Бог, который мне говорил. Это твоя ситуация, в Тони. Ты ты как бы мертвый. А ты потребляешь живота. Но, пане, я... Я собственный шампион. Я собственный лучший. Я в чем-то, что я могу. Но Бог мне говорил. Ты ты нечастный. Ты ты нечастный. И ты не имеешь в виду к жизни. И это, милые приятели, став людей многих днят. Я собственный по всему свете. И я видел твары, так же, как ваши ваши. Но я не видел сердце. Лен Пан Бог видит. А Пан Бог видит до срца, а видит, как это срце, это безбожное. А кто бы мог его познать? Лен Пан Бог. Я видит ваши твары, но не знаю, что все удалось во вашем жизни. Но Пан Бог познает ваши срца. Люди смотрели на меня, и говорили, что это световый шампион. Я видел много людей, которые по целом свете. И многие говорят, что я хочу быть как он. И никто не видел, что я хочу быть в моем сердце. Мой жизни был очень праздный. И в ту ночь я боялся целую, целую ночь. В следующий день, мой парень, Джон Белл, который был крестьян. А это был первый, который я видел как крестьяна во своем жизни. Он читал Библию, но не только читал, но и проживал. Библию, который был прихладом Ежица. А я пришел к нему и говорил ему, Ян, я потребую помощь. Он сказал, что я хочу быть со мной. Он меня забрал к тому казателлу. Он сказал, что я не хочу видеть еще один казателл. Он сказал, что я не хочу видеть еще один казателл. Я уже много. Он сказал, что я хочу быть в моем сердце. Он положил телефон. Он сказал, что я не хочу быть в моем сердце. Он сказал, что это хороший казателл. Я пришел к тому казателлу. И когда я пришел в его прачевне, он мне говорит, что я могу помочь. А я сказал, что я не знаю, что ни кто может помочь. Просим вас, читали ли ты себя не кто так? Я читал. Я читал. Что я могу сделать для вас? Я сказал, что я не знаю. Я читал. Я читал. Я читал. Я читал за алкоголом. Я читал за алкоголом. Такая их. Читая по-банению. Я читал. Я читал. Я читал, что я не знаю, болтый Uhhma. что много. Все, как бы, все во мне тряло. Я во внутренне чувствую, что я хорю. Я чувствую, что я в внутренне чувствую, что я в внутренне чувствую болезнь. Я потребую помощь. Просим, милые приятели, это первое, что я в моем жизни говорил о том, что я потребую помощь. Я всегда думал, что все докажем сам. А никто сказал, что никто не докажет, так что Тони докажет. Но все было в моем жизни. Я был в том, что я хочу спать самовряжду. Я начал говорить, что что-то в моем жизни. Я начал говорить, что что-то в моем жизни. И он мне нечего сказал, что я никогда не забуду. Я сказал, что эти слова «Мой Бог, мой Бог». «Мой Бог, мой Бог, что в моем жизни». «Мои приятели, что-то в моем жизни». «Мой Бог, мой Бог, мой Бог, что-то в моем жизни». Уж нету вовес никакой проблемой. Я нашел то, что мне было. Бог было в моем жизни. А в Казатель сказал, что Тони, что ты хочешь стать крестьяном? А я, конечно, но как это сделать? Первое, уведомь, что уробно для тебя на крыжи. Но я попросил вас, чтобы мы плакали и плакали. Мои приятели, я никогда не плакал. Я никогда не плакал. Я никогда не плакал. Я первый раз покорно плакал пред Баном Богом. Я был невероятным, что потребовал мне нечего. Я потребовал Егора в моем жизни. И в тот день, в 1968 году, я задал его жизни Пану Егору. И я мучил о этом, когда я о том думал. Продолжение следует... ...zobral toho človeka, ktorý nemal nádej. A keď Ježíš prišiel do mojeho života, tak to bola nároveň. Tu sa niečo stalo. Ja som sa menil. Aleluja. A ja teraz som si povedal, ja to musím povedať, čo urobil Pán Boh. A ja som sa vrátil k tým môjim opielcom tam, kamarátom. Ktorí medzi sebou bojovali. Ktorí píli a fajčili, tak ako ja. Ktorí boli z New Yorku. A Petrovi z New Yorku. A ja som hovoril Petrovi, Petr, ty vieš čo, niečo sa v mojom živote stalo. Ježíš sa stal skutočnosťou pre mňa. A Petr sa pozerá na mňa. A on hovoril, kto? A on hovoril, Ježíš. A on hovoril, Ježíš. Ježíš, Ježíš, Petr, Petr, Ježíš. Ježíš, Ježíš, On sa stal skutočnosťou pre mňa. Petr sa na mňa pozera. A on ma také oči, aké len sa dalo, veľké, vypleštil. Ale počívajte. Môj kamarát z ízby. Môj priateľ. On sa pozerá a hovorí, Ja ťa idem zabiť. A ja hovorím, čo? A ja som myslel, že on si robí švandu. Ale keď ma chytil, zahrdlo. A on ma takto potom chodil. A on ma stále držal. A ja som nemohol hovoriť nič. A ja ťa zabijem z rukou. A ja ťa zabijem z rukou. No, nemôžeš. Ty nemôžeš odtranúť moju hlavu. Prvú vec, ktorú robím, ja budem bojovať. Lebo ja som vedel bojovať. Ale pán Boh hovorí, ruky do vrecák. Čo? Pán Ježíš hovorí, ruky do vrecák. A ja vám poviem, ako som dal ruky do vrecák. Takto som dal. Tam ten prst bol. To bol ako rezerva, ten prst. Palec, palec. Ale s týmto ešte bojuješ, tak ho treba zohnúť. A ja s týmto jedným chcem bojovať. A Boh hovorí, nie, Tony. Všetky musíš tam dať. A ja som hovoril, nie, 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 to nie. Všetky, Tony. A Boh mi povedal, teraz, Tony, už nikdy nebudeš bojovať. Ja budem bojovať za teba. Pretože inak by si to všetko strátil, Tony. Viete, ja som bojoval každý, každý deň. Ale až do vtedy doky, ja som sa tak... Do tej modlitby, keď som sa sklonil pred Bohom, do 68. A ja už potom od tej doby som nezápasil. Nebil sa. A preto nech je oslávené, jmeno Božie. Aleluja. Moji priatelia, počúvajte, od tedy, od toho času. Od 68. Boh zobral do rúk všetko. On ma zbavil alkoholu. A on to všetko zahodil do pekiel. Zobral cigarety. 4 cigarety denne. A od 68. Všetky tie zlozvyky sú preč. Halelujá. 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 Ježíš mení život. Halelujá. Peter. Keď ma takto proste ma zrazil. A pán Boh hovorí, ja sa postarom o Petra. Počúvajte, prosím vás. On chcel takto, Peter chcel ma udrieť. Á, jak to vydržím, som si myslel. On mi odrazí hlavu. A takto teda pesťom a chcel zrazí. A tak blízko to prišlo ku mojej hlave. Ale zrazu jeho ruka zastala. A zase tieho oči. On bol šokovaný. A znovu sa o to pokusil. Zase chcel zraziť. A tak blízko k nosu. Ale jeho ruka zastavila. A bol šokovaný. Milí priateli, a 30 minut po tom, ako som odozdal srdce pánu Ježíšovi, tak ma pán Boh začal okamžite skúšať. A on ma skúšal, že čo urobím, ako? Ale Peter bol úplne z toho vedľa. A ja som povedal Petrovi. Vieš, Peter, Ježíš zmenil môj život. Vieš, Peter, Ježíš to nie je nejaké ďalšie náboženstvo. Ježíš je skutočnosťou. Áno. A ja som sa sklonil na kolená a modlil. Ja viem, že prakticky pán Boh ma len tak dokázal priviesť na zem, že potom mi dal vlastne ženu. Prosím vás, vy, keď tiež idete na kolena, tak potom vám pán Boh dá dobrú ženu. Haleluja. Počúvajte, prosím vás, ako som sa modlil. Ja som bol také jednoduché dieťa. Páne Ježíši, to som ja. A ja potrebujem ženu. A aká výška? A aká tvarovaná? A aká národnost? A aká farba? A páne, vieš čo, ja chcem len ženu. A počúvajte, ako pán odpovedal. A ja som pánu Boh povedal. Ďakujem, ďakujem, amen. Ja som sa postavil na nohy. A za dva týždne tak som išiel medzi tými stavbami vojenskými. A bola tam jedna žena, ktorá sedela na nejakom múre a pozerala sa. A pán mi povedal, to je ona. Ja som nikdy predtým nevidel. Ale pán Boh videl. Ja som si k nej vedla prísadou. A ona čítala nejakú knihu, ako za 30 dní zlepšiť váš slovník, zásobu slov. Ja som nikdy čosi nečítal, že, takého. A možno, že mi pomôže. Ja som si pomyslel. A to bolo v škole. Páne, ako začnem ten rozhovor s ňou? Videl som ťa už niekedy predtým? Nie, nie. Prosím ťa, ty povieš tejto žene, čo som urobil ja pre teba. Ja som sa k nej obrátil a ja som jej hovoril to dobré slovo Ježíša Krista. Tá kniha jej spadla, čo čítala. A ona počúvala, čo Ježíš v mojom živote urobil. A viete, moji priatelia, za nejaký čas táto žena sa stala kresťankou, ale pán Boh ma nenechal. A za 90 dní táto žena sa stala mojou ženou. Aleluja. A dnes, to je už 23 rokov, čo sme ženatí. Dne je pán oslávený. Viete, ten príbeh, ten pokračuje, ale popovil, dní budem vám viacej rozprávať. Ja prichádzam do Košic, aby som vám niečo povedal. Ježíš žije. Ja prichádzam sem, aby som vám povedal. My potrebujeme výjsť vonku a povedať Ježíš žije. A v januári 1992 a ja mám tému na tie stretnutia naše na tie stretnutia naše. Košice pre Ježíša. Košice pre Ježíša. Košice pre Ježíša. Košice pre Ježíša. Ja vlastne vám vydávam teraz to osobné svedectvo. A hovorím to preto, že aj nech sú tie veci aj vo vašom živote akékoľvek zlé. Ježíš váš môže urobiť inými. Ježíš môže zmeniť tých, ktorí nemajú žiadnu nádej. A rád im nádej. Môže zmeniť tých, ktorí nemajú žiadnu nádej. Ježíš. A môže im dať nádej. A môže tiež oslobodiť alkoholikov, Ježíš. A môže ich zbaviť zlozvyku. A mnohí, ktorí v košiciach fajčia, takisto ich môže zbaviť tohoto zlozvyku. A môže ich zmeniť. Môže ich zbaviť toho zlozvyku. Môj bratia a sestry, košice, potrebujú Ježíša. Poznáte Ježíša dnes ráno. A ja by som chcel vyjadriť, ak niektorí dnes ráno cítia to, že potrebujú a chcú to vyjadriť kazateľ. Ja chcem poznať toho Ježíša, ktorý zmenil tvoj život. Ak chcem zvlášť sa modliť za vás. Ak chcete, aby som sa za vás modlil. Ak chcete, aby Ježíš sa stal skutočnosťou vo vašom živote. Chcete zodvíhnuť svoju ruku tam, kde sedíte? Amen. Chcem sa modliť za vás. Pane, my k Tebe prichádzame oče v mene Ježíša. Ja Ti chcem poďakovať, Pane, čo si v mojom živote vykonal. Ďakujem Ti, že tá záchrana je skutočná. Pane, ja ťa prosím za všetkých, ktorí zodvihli ruky. Ktorí povedali, áno, ja chcem, aby Ježíš sa stal skutočnosťou v mojom živote. Ale, Pane, sú aj ďalší, ktorí potrebujú pomoc v Ježíšovom mene. Pane, pošli Ducha Svetého a dotkni sa tiež ich. A, Pane, Ty môžeš aj pre nich urobiť všetko, čo si urobil pre mňa. A keď sa pozerám do môjho života, tak chcem vyjadriť. A chcem vyjadriť ďakujú, ale keď vidím aj prítomnosť, tak vidím, že všetko je len Ježíš. Prosím, požehnaj nás. A my všetko robíme a vyvýšujeme v mene Ježíša. To je naša modlitba. V Ježíšovom mene. Amen. Ameň. Субтитры подогнал Симон. 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 Симон. Субтитры подогнал 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 Симон. Симон. Субтитры подогнал Симон. Симон. Субтитры подогнал 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 Симон. Симон. Субтитры подогнал 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 Симон. Которые люди, которые в нашем велком слайго-зборе тлескали, потому что там в том велком зборе 3000 людей каждый соботу участвуют с ромащдения. А потом 1 милу от Билого дома, где бьет президент Буш. Там мы шпанельский збор. А там зася 500 людей с ромащди днешнего полудня в ромащдении. Тихо шпанели лет недавно поставили в велми пекли новый збор. Но они так прострадованы, что люди сидят в шаде, где садат. А они сидят в тих бочных местностях и смотрят в телевизию. А потом в тих... на той дедине 10 тысяч адвентистов с ромащдают в таких меньших зборах. А приходят, чтобы ослабили пана. А я сам в таком-то простреди в таком дединском простреди. В таком дедине, где мы всегда спрашивали за наши адвентисты верующие в целом свете, и мы сейчас там уже и втели модлили за верующих людей по целом свете, которые в тих цюзих землях. И вот сейчас я буду спрашивать кого-то, кто-то пришел к вам приятелу. Я считаю, что Ян, мой приятел. А я сейчас идем пытать нечего, который сам стал моим приятелем. Ян, я спрашиваю, если бы мы сейчас поднимали несколько моментов и я хочу спросить вас, чтобы просьбить за тихи верующих в Америке. А я просим, Яна, что бы я сейчас могла высловить краткую модлильбу, чтобы я могла бы за тих, о которых мы говорили в Соединенных Штатах. Просим, чтобы я склонил свои головы. Просим, добрый, ласкавый наш отче, который си в небесах. Мы ти дякуем, что ты нас спајаш с той великой лаской и что нас немуси делить вздаленность, а не час. Но почему-то мы в тихо в тихо мыслить на брата и сестри в том вздружении, откуда приходят наши братья. Дякуем ти за ту ужасную мышленьку, что нам хочу помочь в еванализации, но просим тебя, так, как и брат выяснил, чтобы они могли бы по желание, тим, что давают, чтобы они могли бы шлить еще больше посолства в их собственной земле. Просим тебя, чтобы ты по желание и тихо двоих братов их родины и дай, чтобы этот день был днем, когда тебя больше познавам. Аминь. 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 Я, как я вспоминал, я сам вырастал в таком малом дединском зборе Соединенных Штатах. Но не так, как мой приятель Тони. Я стал в этой крестьянской родине крестьяном. Я был в крестьянской родине. Я был в крестьянской школе. И я был в крестьянской родине, но он не был в крестьянской родине. И так, что мы слушали моего отца, что я был в крестьянской родине крестьянской родине, что я получил в призыву, что я хочу только что-то поговорить о том сегодня. Мой отец не был ни один козателем, который бы себя на это было приправо. В фактах, он никогда не выполнил школьную школу. Он говорит, что он никогда не выполнил школьную школу. Он говорит, что то, что я научил, было делать, работать. Но это было через его упражнение, когда я слышал Божий голос. Было некоторое время, когда я думал, что я хочу стать фармаром. И даже сегодня фармаршение в моей крови. Я рад, что я чувствую, как эта земля, эта шерстная земля. Я рад, что я ощущаю, как это семо, что я вижу. И я рад, что я чувствую, что я вижу, что я живот. Один день отец и я были приготовлены в праздничном поле на яр зем. Мы сидели на крае поля и едли мы обед. Я сказал моему отцу, что я решил, что я хочу быть фармаром. И его ответ была просто нет. А его ответ была не. Это не было днём. Это не было днём, когда моего сына и я были праздничными сыновами. Мой отец сказал, что я хочу, чтобы ты был праздничным на Божьем поле. Многие крестьяне, каждый крестьян в частности, в частности, в частности, в частности, разговаривали. Один вещь есть истая при том. Бог воля каждого, жену или детям в своей службы. Не каждый ответит, но каждый позвенит. И сегодня, я надеюсь, что Бога праздничает, что днём Дух Божий послужит. И в частности, когда праздничает в авиаторе и в авиаторе и в авиаторе и в авиаторе мы праздничаем, что многие прияты позвания. Один вещь, что меня всегда удивляет, нише нечто так, кто-то кто-то знает что, кто-то знает что-то, кто-то знает кто-то знает что-то, что-то говорит что-то, как-то могла сказать в связи с членом А как он мог бы позвать меня, который был слабый и хибающий до своей службы? Но он говорит, что это сделает в лучшем способе. Что люди, как вы и я, могут быть святками этой доброй звезды. Тим другим людям околи нас. А я бы хотел с вами читать Исаиа шесту капитолу и первых шесть вершов. Это искусство, как вы испытали Исаиаш с Божьего поволения. А моя молитва, чтобы это было бы вашего поволения днём. Так что будем читать. Року, в которой он умрал крал Узиаш, видел сом пана, сидица его на высоком троне а по взнесеном. А подолок его руха на плно в храм. Серафини стали над ним, каждый мал шесть кридел, двума кридлами, закривали свою тварь. Двума закривали свои нохи а двума летали. А волали один другиму а говорили, святый, святый, святый господин заступов. Целая земь я плна его слави. А похлица зáklady прахов от хласу волающего. А дом са наплнил дымом. Втеды som поvedал, беда мне, лебо захиньем, потому что я человек нечистых ртов а бивам простред люду нечистых ртов. Беда мне, лебо мои очи видели краля, господина заступов. Тут прилетел к мне один со серафинов, мажут в руке жеравый ухол, кторый взял клещами з ольтара. А dotкнулся моих úст а рiekол, хля, tentо ухол са dotкнул твоих ртов. А так отшла твоя неправосль а твой рех е прикрытый. Потом som почул хлас панов, кторый хворил, кохо пошлем? А к то нам поеде? Втеды som поvedал, хля, ту som, пошли ма. Каждый раз я читал тези, я читал тези му спину. Вжди, кеј чітам тези тези, так уплне то затрасим мно. Кој на тези премићам, что вшемокный Бог вшемокный вшемокный Велкий са склонил а доткнул Изајаша. А тези та ведомоск, че он ше доткнуњ ај мня? Одповіеме томуто Богу вшетци? Одповіеме, так ту som, пошли мня. А пречо власне Пан Бог chce послај а позићањ. А я си мислим, що одповіеме можење, кеј са позераме на Можіша. Без то, аби сме позерали на тексты, беже доти, аби јих ослободил з отродства, з рух египтянам. А Писмо святе хвориње, що Бог поћул волане својго људу. Он поћул волане по слободе. А позвал Можіша к чину. Можіш можењо вратић наспењ до Египта а ослободињ люд. Бог працюње во својом часе. А я som преміњшал о томто textе. Я си мислим, що пан Бог ако биседел а усмевал са. Кеј tentо дом бол ставані, он си хворил с усмевом еднех дня, биседел биседел премоње днем. А на томто мисле биседел казане еванеліум. Але чо ми просто то видіме? Ми то непознаме. биседел 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 А так Мојіш је послані со својим братом Араоном. А он му помаха в тејто слуђбе. А потім чітаме биседел 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 А Мојіш биседел Аароновым биседел 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 Бог една лишь так, что пособится скроза своя поволанная струя. А Бог нас поволал всех. А когда мы принимаем Ежица, когда мы видим ту огромную службу Ежица на крыжи, когда мы видим, что там мы могли быть, что Марвин там мог быть на крыжи. А Мал быть на крыжи Марвин. Но Ежица за меня, но так и за вас. А когда мы понимаем ту огромную связь, то говорим Новый Закон, что мы, говорим Новый Закон, адоптованы до Божьей родины. А Божье Слово нас потом пописует как народ, который мы были поволаны, и завтрашним. Крайловское княжство. Это же оно, которое использует в Старом Законе, когда говорим о том, что народ израильский был завтрашным народом. Но потом, по крыжи, когда мы его великой обети в проспех всех нас, Новый закон говорит, что все мы детьми Абрахамовыми. Что мы все мы детьми Абрахамовыми. Что мы были адаптованы до Божьей родины. А если мы все члены Божьей родины, знаете, что это означает, что для вас и для меня? Витвара это трех братьк. Мы поднимем до одной родины. А Библия говорит, что когда мы принимаем Ежиша, а когда мы принимаем в его родину, то уже не есть Жит, а не Грек. А я бы хотел так парафрагировать словами, что нет нечих Чехословаков, нет Америка, нет жены или мужа, но пред Богом мы все один. Мои приятели, мою молитву я, чтобы в будущих тюжедневах ты, кто не принимал Креста, так уробил. А вы, кто-то так уже уробили, чтобы вы увидели ваше поволение к службе, чтобы вы защищали душу для Божьего Крайловства. Божьего Крайловства. Божьего Крайловства. Аминь. Божьего Крайловства. Аминь. Мои. Если я знаю любить людей, Боже, если я знаю, я иметь слово, если я знаю, что я умею. Субтитры создавал DimaTorzok 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 будет далеко пощать посольство и будет просить о покой. А так тогда, каждый из вас, кто не зряет, не зряет вшетное, что он может быть моим учителем. Мои братья и сестри, это одна из самых сильных посольствий, которые всегда принадлежат. Это одна из самых сильных посольствий, которое принадлежат Ежи. Мой название, что не есть никакая злова в крестьянстве. В США люди очень рады накупают, когда есть злакненный товар. Мы это называем нечо, что я найлакнейшее. Но мой отец сказал мне, что если вы купите мою кардиллак, или Роллс-Ройс, что вы можете платить цену. И Ежи сказал, что вы будете моим следовниками. Вы можете платить цену. У нас, в США, что я думаю, что я не знаю, что я просто буду слухать. Богу. Мы о том, что не кто хочет это не есе, а лег sẽ, он развел это написано, что из 10 Божьих приказаний 10% уже ласнейшее. Так что уже можете выбрать 10% и выбрать, что хотите. А если вы хотите 6, то есть еще ради, прошу, доброе. А остальные могут быть преимущественным. Это уже не может быть доброе для нас. Что бы вы думали о Боге, который бы сказал, что бы вы говорили, что 50% моих приказаний? Я думаю, что Бог бы ласкал. Потому что Пан Бог не сказал, чтобы мы подрежали 5 из них. Пан Бог говорит, что если вы любите, что вы говорите, что все мои приказания. Аминь? Аминь. Пан Иисус Христиан не имеет никакого ласка на Божьемство. И Иисус Христиан говорит, что вы мусите научить так мило, как отца, матку и целую родину. Он говорит, что вы в свой властный живот. Просим вас, почитайте доброе, это первое, когда мы хотим наследовать Пана Иисуса. Иисус Христиан выжадает, чтобы мы с ним о довздали на 100%. Ница не смееме задржать. Просим вас, что посолство, которое мы принесаем до Ческословенства, это не какое-то ласкное, ласкное. Писмо святого говорит о том, что без вилия крви нет, жадного отпустения и грехов. Пре Иисуса это вовек не было лаское, а не будет это лаское ни при нас. А не будет это лаское ни в Ческословенске, что сатан будет снащить уточить. Но мы в деках Богу, что мы мы можем моск Духа Святого. Аминь? Я это так. А мы вас позывам к тому, чтобы вы 100% служили Пану Богу. А мы знаем, что мы знаем, что мы знаем, что мы знаем, духа. Мы говорим о том, что младые люди запоят при укончении дела Божьего. А она говорит о том, что тут будет оборожная армада младых людей, которые будут шопны это Божье Слово принять свету. А которые будут видеть, как онлаживать неприятели. А вы не можете идти в этом месте неприятелев. А вы думаете, что он в Америке или нет, что он в Америке, а не здесь. А так из Сполнений Штатов, только 5 мил от моего дома, есть там, не неприятел. Неприятел И когда я не садовался, что я не садовался, так Иудаш придет прямо между нас. И он не говорит, что я не садовался, что я идем прежде. Иудашов не садовался, что он служит один день в тиждень. Иудашов не садовался, что я на Adventистом в соботу. Но это не стащит, что я лишь в соботу. Просим вас, младые люди, слушайте меня. Просим вас, все, слушайте меня. Просим вас, Пан Бог ма послал всем, чтобы не рассказал, что мать слуги лишь раз Богу. Один день, аль два дни Богу. Неможете даже четыре дни слуги Богу. А Ежи штуна учи к тому, что мы будем миловать с целого сердца и быть му одновзданным. Я желаю, что более двух тысяч молодых людей, которые сегодня в Америке. Я желаю, что много молодых людей в США, я желаю, что-то в США, я желаю, что-то в США, я желаю, что-то в США, и видели, как дветисыц младых людей вздвияло руки, что-то хотят, что-то хотят, что-то хотят, что-то в 100% слуги Богу. А не хотят, что-то не хотят, что-то не хотят, что-то не хотят, что-то все для Ежи. А единственный способ, как в январе и в феврале наше встретение будет успешное, что-то, если вы молодые люди и старшие люди, а старшие люди, а будете целые с нами, а когда будете унавены, а лахнете си на постел, а будете унавены с того, а поведете си, нехто стои чоколевк, я то за платим, идем. И как мать ласку про душе так, как я. И Ежи же говори, что мы бы смеяли собрать крыж на себя. А он говорит так, что кто не несет своя крыжа, не идет за мной, не может быть моим учителем. Я вам хочу сказать, что это означает. Знамена то, что крыж есть символом сврти. Мы бы смеяли быть охотными зомреть про Креста. Так, как нехто е охотный зомреть за свою землю. Так, как мои приятели, мои камерати зомрели за нашу землю. Они то уробили, потому что они могли ради свою землю. То знамение того, что мать ради И Презбор есть то, что сте охотные носить и положить крыж на себя. А то, что вы хотите про Божье дело обетовать свой живот. А я уже в минусе научил, что если вы охотные для чего-то умрете, то потом это не опустите. Это в общем таким знаменем, что вы захотите целое. Ведите, Пан Ежиш тут очень жасно говори. Просим вас, прежде всего спочитайте цену, говори Пан Ежиш. Я не хочу, чтобы мы тут так сидели, что младшие и старшие. Просим вас, я хочу, чтобы вы думали о том, что искусно Пан Бог у нас хочет. И Ежиш лишь единственное, чтобы вы полностью овздали. Это означает охоту идти, где-то нас пощает Кристос. Я вам хочу сказать, что может стать в Кошичах в будущих годах. А это такой приход от коммунизма к демократии. Я демократичный Богу, что демократичная приходит. Можем свободно говорить, свободно пись, свободно пользоваться, книги, тлачить. Это великое свободное. Но я вам хочу сказать, что с свободой приходит много проблем. потому что свободно как бы час однодушнее могло вступить. Не 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 это не может быть политически. Но демократичная и алкоголь, проституция и другие другие грехи. Просим вас братья и сестры днес чтобы мы правдиво смотрели и замерали на Кристо. Просим вас, милые младые люди, Бог потребует тих вояков. Он потребует вас во своем армаде. Вы потребуетесь научить, как использовать Божие Слово. Когда я был в военской школе, в американской армаде, в летевстве, они учили, как использовать Божие Слово. Скоро, как я потом использовал их, я был учить мою армаде, мою армаде. Так что, когда я собрал мою армаде, так что, когда я собрал мою армаде, без того, что я собрал мою армаде. И причем, как это было, то, что, как там был бывший кр sih? Если вы работали на взрыве с , acas пара. Но она в Cubиле с д różnych мирной взрывов. Но, если вы приезжали по жизняной взрыве с днем на новую, вешая мастер, рупп Chuck, Так что мы должны познать нашу збрань очень хорошо. Потому что, если вы в порядке нескольких тяжелостей, когда збрань будет разложена, чтобы вы могли это разложить. А чтобы вы могли это разложить, а чтобы вы полностью на слепо. В Ветнаме. Мои двое приятели, которые были со мной, во Ветнаме были очень далеко от них. Мои приятели их видели. Боли очень далеко. Они замерали збрань. Они стихали збрань. Ветнаме. Ветнаме. Ветнаме приятели. Ветнаме. Ветнаме приятели. Ветнаме приятели. Что бы вы делали? Что бы вы делали? Просим вас, заставьте войну. Или бы вы засветили? Или бы вы запалили? Нише бы вы не могли делать. А если бы вы делали светло, а указали его, что бы вы делали? Что бы вы делали? Что бы вы делали? Вы вас засветили? Вы видите, почему вы должны делать, чтобы вы делали светлое, что вы делали светлое? В пятнадцатом поле от моих неприятелев был неприятел. А мои приятели о третьей храни они оказывали выжить, 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 и выжить. В пятнадцатом поле и выжить, выжить и выжить нервничество. Просим вас, если бы они не были в виде под тме, как бы они не могли использовать. А они не могли здесь. Днес. Прето нас власти треноvalи так, что мы наслепо musели поскладать, разложить и злости нас опять в брань. А то потому что мы так треноvalи, чтобы мы потом в этой ситуации могли обстать. Просим вас, кто-то вести, чтобы так использовать Библию наслепо, что вы знаете, как разложить, образ неповеданное, а злости. Мам в Турецку стрека. Там властне есть Mohammedанизм. А он стал крестьяном. А он был окамжитя ходеный до везения. Он был в таком везении, где то было ниск. Удивно, что, 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 Это единственное светло, которое проникало, это была только Библия. Они хотели от него взять эту Библию. А то, что он устроил, он каждый день склонил и там под Прагом было немного светла. А там читал книгу Матушова. А аж до з'явения Яна. А он говорит, что они могли взять Библию, потом и нескорь забрали, а не могут ли они забрать, а к этому они забрали, а в моем смысле уже не могут ли они забрать. Аминь. Видите, что он был охотный за платить цену, потому что он знал, что это означает, что это цена. Он любил его Библию надовшедко. Милые люди, это единственная збрань, которую вы можете иметь. Библия – это, что он дает силу. А когда вы изучите Библию Библию, Зистите одно, что вы тоже будете платить цену. Моя посолство днём пополудня, если вы платите цену, мы ее можем. Примышляйте о том. Спочитайте эти наклады. Жизис говорит о том, что мы в бою. А если вы будете платить на бою, в чем-то не приятел, то мы видим, что мы будет платить по бою. А если вы есть по бою, как мы Państwo говорим о том, что мы говорим, что видим, мы не приятел, так мы по сравнему, что мыcificаем во время. Потому что когда мы говорим, если вы, как в мире, то один не спочитается войско. Чи он си несадне а не спочита. Чи може с 10 тысячами встретиться с тими, кто имеет 20 тысяч. Просим вас, братья и сестри, мы в бою против страшного неприятеля. А каждый из нас потребует видеть, как она в том бою. Просим вас, в крестьянии не плати неjakое злacнение. Je to boj против греху. Je tu неакий грех в Кошичах. А тут je tiež неприятел в Кошичах. Пред niekoľkými рокми младí ľudia v Československu были преследованы, потому что верили в свободу. А некоторые властне виляли и свою крюч. В нашу страну мы имеем ту заставу, которая есть червеная. преследовая. Та фарба живота Продолжение следует... A nakoniec, môj priatelia, hovorí, že nikto z vás nemôže byť môjim učeníkom, ak sa nezrieka všetkého, čo má. Ježíš akoby bol teraz prítomný tu, kde sme. Dnes Spojených štátov ten materializmus si získal ľudí, a nie, aby oni ovládali tu materiu, tu hmotu. Amerika je zemou, kde je skutočne všetkého dostatok. Mnojí ľudia na svete sa pozerajú na Američanov ako veľmi bohatú zem. Ale aj dnes vo Washingtone, hlavnom meste, len jednu mílu od Bieleho domu, ešte ho môžeme aj vidieť, je tam kapitol, že aj tam od jednu mílu od Bieleho domu sa zabíja. Takže niekedy sa nám to zdá, že to je také krásne ako rúža v Spojených štátoch. Ale nezabudnite, že tá rúža má aj trnie. U nás zabíjajú deti, zabíjajú deti. Amerika potrebuje tiež oživenie. A tak preto aj Marvin hovorí, prosím vás, modlite sa za Ameriku. Prosím vás, aj tu v Košiciach, tu je taká príležitosť k ožíveniu. Ja vidím na vašich tvárach priamo tú myšlienku revolúcie. Ježišovej revolúcie. To, že tých ľudí privedeme ku Kristu. Ježíš, ktorý odpúšťa hriechy. Ježíš, ktorý dáva moc. Ježíš, ktorý dáva pokoj. Ježíš, ktorý dáva nádej. Veríte tomu, že toto mesto práve toto potrebuje? Môžete nahlas na túto vetu povedať amen? Amen. My sme prišli k bodu, bratia a sestri, že máme vlastne sa vzdať všetkého, čo vlastníme. My každý chceme niečo vlastniť. Máme niečo, čo vlastníme. Ale tá kresťanská moc a sila na tomto svete hovorí takto, že sme tými vojakmi. Že sme vojakmi, ak počujeme volanie a Marvin tiež vyzval vás, aby ste odpovedali na to volanie. A viete, že aj mnohí kazatelia neradi kážu toto posolstvo v Svojných štátok? A niektorí mi, keď počujú, tak mi povedia, vieš čo, toto je, toto nepatrí do našich dní, do to posolstvo. Ale ja to musím kázať, mladí ľudia. Pretože to je Božie slovo. Vy ste mi povedali, aby som kázal Božie slovo dnes. Amen? Je to tak? Amen. A ja som prišiel, aby som kázal Božie slovo. Teraz. Ste pripravení? V januári, môj priatelia. Až do februára. A to by mali byť tie najväčšie stretnutia, aké vôbec kedy tu boli v Košicia. Košicia. Vy potrebujeme vaše modlitby. Potrebujeme sa spolumodliť. Potrebujeme každého, kto je tu. A chcete byť skutočne vojakmi pre Ježíša Krista, tak to je vaša príležitosť. Aby ste vzobrali túto zbraň, slovo Božie. A aby ste proti tomu zlému povstali. A kázali pravdu. Nebudete možno najmilovanejšími ľuďmi v Košicia. Ale Pán Boh nepovedal, že budeme milovaní. Hovoril o tom, že kto je v Ježíšovi Kristovi, bude mať prenasledovanie. Prosím vás, ale majte takú tú nádej. Pretože ja som premohol svet, hovorí Ježíš. Pán Boh vás nepozýva, aby ste niečo robili, aby vám nedal moc k tomu, aby ste to aj dokončili. My vás žiadame, prosíme, aby ste sa modlili, priatelia. Študovali Božie slovo. Študovali, mali tie biblické hodiny. A aby ste už dnes začali pozývať ľudí na tieto stretnutia. Aby ste si urobili list všetkých vašich, teda záznam vašich priateľov. A aby ste sa modlili, aby vám Boh dal lásku k týmto ľuďom. To znamená vlastne, aby sme sa modlili. A povedali takto, Ježíš, prosím ťa, Ježíš, daj mi lásku k strateným ľuďom. Ja mám priateľa, ktorý ťa nepozná. Mám priateľa, ktorý je ateista. Ktorý je agnostík. Ktorý je neveriací. Tu je moja rodina. Tu je moja škola. Tu sú moji spolupracovníci. Pane, daj mi odvahu, aby som ich oslovil. A aby som ich potom pozval na tieto stretnutia. Ale na do všetko, prosím vás. Na už má, Pane. Aby som ich dokázal pozvať k tebe. Jediný dôvod, prečo existujem, je to, aby som ľudí nasmeroval, zameral na Ježíša Krista. A prosím vás, jediný dôvod, prečo aj vy ako kresťania existujete, je, aby ste ukázali na Ježíša Krista. To je velká udalosť. Boh vás potrebuje. Boh vás volá. Bez vás, ten plán, ktorý je pred nami. Ak budete pracovať, tak Boh, tak duch Boží môže vplne pracovať. A moje srdce horí. Horí pre ľudí, ktorí sú bez Ježíša. A tu v Košiciach sú ľudia. A tu sú ľudia, priamo na tomto mieste, ktorí nepoznajú môjho spasiteľa. Ale prosím vás, to je môj spôsob, ako ja to ukazujem. Ja som sa takto naučil. To je... Prosím vás, ak vy dnes nepoznáte Pána Ježíša, tak to moje srdce, skôr ako dnes opustíte túto miestnosť, vy môžete sa stretnúť s Krista. Skrze vieru. Ak skutočne chcete poznať Ježíša, ak nepoznáte Pána Ježíša, ak nepoznáte Pána Ježíša, tak chcete znovu zodvihnúť svoju ruku a prosím, aby si sa modlil za mňa. Ja sa chcem modliť. Ja sa chcem modliť za Košice. To je posledný krát, čo a vás vidím až do januára. Ako John Douglas raz povedal, ja sa určite vrátim. kázať Božie slovo. Budete k tomu pripravení? Áno. Amen. Prosím vás, aby ste sa postavili. Viem sa modliť anglicky a Jan to preložím. Skloňme svoje hlavy. Náš milovaný Pán Ježíš, my sme kázali Tvoje slovo. A my si uvedomujeme, že neexistuje nejaké zlacnenie v kresťanstve. A my sme počuli pozvanie o odovzdaní. A takisto aj tí mladí ľudia boli pozvaní a oni sa chcú odovzdať a milovať teba nadovšetko. Dokonca sa chcú zdať aj svojho vlastného života. A my sme ich povolali k tomu, aby nesli kríž. A aby vyjadrili, že sú ochotní zomrieť aj pre Ježíša Krista. A nech bude akákoľvek cena. Ja som ochotný to zaplatiť. A my sme ich, Panie, dnes pozývali, aby premýšľali o tomto obrovskom rozhodnutí. Pretože ty nás nepovolávaš k tomu, aby sme boli kresťanmi raz do týždňa. Pretože ty nás povolávaš k tomu, aby sme boli sedem dní v týždni kresťanmi. A dvacatštyri hodín denne. A celý na život. A ty si nám, Panie, povedal, aby sme boli ochotní. Aby sme sa vzdali všetkého. A Panie, keď teraz sa modlím, nech každý, kto tu je osobne, skutočne tak, ako najlepšie môže. A vie. Nie len to pochopil, ale urobil odovzdanie. Aby bol ochotný podporovať Teba a Tvoje dielo tu v Košiciach, v Československu. Pomôž nám, Panie. V Ježišovom mene. Amen. Si myslím, milá mláde, že zaznelo vážne kázanie z Božieho slova, aby sme si uvedomili, čo skutočne to znamená byť kresťanom. A vidíte, že brato skutočne vymerí lacno. Že vidí jedno, že pre život nasledovania Krista buď alebo 100%, alebo nič. A ja by som chcel poďakovať bratovi za službu slova. Ja by som chcel poďakovať Patomatickému združeniu, ja to potom preložím im, za ochotu, za to, že mysleli na nás. A ja si myslím, že to je skutočne veľká príležitosť k tomu, aby zvlášť tu na východe sme prežili oživenie, o ktoré sa tiež modlíme a takisto aj tu, v tomto meste. Ako už bolo niekoľkokrát povedané, tak by som to len chcel priblížiť vám. 17. januára tu na tomto mieste piatok večer, sobota večer, nedela večer a streda večer bude vždy až do konca februára, posledného februára, stretávanie. Evanilizačné a brat Tony Maurakos, veríme, že pán ho bude chrániť na cestách, pretože on veľa cestuje, sa vráti sem niekoľko dní predtým a potom sa tu, budeme na tomto mieste, v tejto veľkej sále, stretávať. Ako už bolo povedané, ja vás prosím vás, chcem osobne aj menom Slovenského združenia dostanete aj dopis ešte k tomu, pretože aj my cítime, že je to vážna vec, aby ste sa o celý priebeh modlili. Vy ste niekoľkokrát povedali amen a preto verím, že už v minulosti to bolo tak a aj bude. Samozrejme, že my chceme, keď bratia sa predsa len vrátia naspäť domov, poslať pozdraví. Prosím vás, aby to videli, že kto posiela pozdrav po nich do Spojených štátov? Takže sme ich nabalili a oni majú ešte predsa len nejaké, nejakú to, že, to miestečko, ano. No, ale ako to je našim dobrým zvykom, tak sme znovu pamätali, myslím, že sestra je tu niekde na nich s nejakou malou pozornosťou. Oni skutočne prišli tak nabalení, že aj brat tu má ešte pripravené niečo pre deti, že, ale takisto aj my vždy nejakú takú malú pozornosť k tomu, aby nezabudli na nás, že tu boli v Československu, tak ja by som prosil sestru jednu, druhu, aby prišli sem. Brat, brother Marvin, can you come here? I would like to thank you that you was willing together to come here and also I would like to thank Patama Conference that you would like to collaborate with you in these big events and we would like that you remember us that we have a little two gifts for you, you know, at the end, especially for you too. Well, this is for you. God bless you and we are looking forward to meet you in January. God bless you. Thank you very much. God bless you. 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 мы с вами могли встретить. Можем вас, пан Бог, хранить на цепи домов. Самое, что мы думаем на работу, которую вы хотите выполнить в собственных сборах, не только в Кошичах. Самое, что? Но, пожалуйста, это еще не кончится моё ознамение. Брат Тони Мавракос, он садится жить в нашей ситуации и в наших потребах. А поэтому, он хотел бы встретить практически со всеми молодыми людьми, которые были тут. А вы пришли сем, вне садится по нашему встрече, но не только молодые, кто хочет выразить, он будет пытать, чтобы познал потребы ваши. А люди около нас. Так что еще и с казателем, которые будут тут, не только минут. Так что по взромащдене, когда мы сейчас закончим песню, я думаю, что это Герлахов, а сполочную, так бы вас просил, чтобы вы пришли потом сем до преду, чтобы мы могли еще один такой малый разговар с ним. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 out loud. I invite the congregation silent. To each lift a voice toward heaven. Lord, we remember those who are sick. We remember those who we would like to bring to Jesus. My tiež si spomíname na tých, ktorí by sme radi priviedli k Ježišovi Kristovi. A my si spomíname na domovi, kde je ťažkosť. Lord, the homes where there may be financial problems. Whatever the need, Lord. May we cast our all on you. My všetko obraciame sa zo všetkým na teba and trust fully in you. A my plne tebe dôverujeme to provide our needs, aby si vyplnil tieto potreby according to your will, podľa tvojej vôly. Lord Jesus, Panie Ježiši, we know that soon you will come back. My vieme, že ty čoskoro prídeš to gather us all home, aby si nás všetkých zromazdiel do domu. Lord, we may not see each other again until that time. A možno, že, Panie, my sa už spolu dovtedy neuvidíme. And so, bring us together then. A, Panie, my túžime potom, aby si nás vtedy zromazdiel. Panie Ježiši,